Добрый день! Сегодня у нас такая коробочка, которая размером примерно с половины кубика 3х3. Из каких бы то ни было познавательных знаков, если что указано Modern China. Сделано в Китае и для детей до трех лет не рекомендуется. Внутри, если так вот посмотреть, можно подумать, что это курвикоптер. Всем известная бабочка. Когда достанем, мы видим, что здесь только половина от курвикоптера. В коробочке ничего больше нет. Производитель SMAS. Насколько я понимаю, это модификация сделана из обычной бабочки. В каким-то полукустарным способом. Ну, по крайней мере, прототип был сделан вручную. Потом уже как-то производились. Поскольку вот у нас LAN-LAN, вот у нас SMAS. Я не знаю, что бралось за основу, но вращается оно не так, как LAN-LAN. Называется Курви Чоп Куб. Наверное, это что-то значит. Присмотримся. Мы видим такие же элементы, как на обычной бабочке. Снизу визуально то же самое. Если присмотреться, то это просто одна большая деталь, на которой сделан рисунок, похожий на такое же, как на бабочки. И наклеены стикеры, чтобы поддержать эту иллюзию. По сути, это вот большой квадрат, ну, с какими-то дополнительными элементами. То есть, вот это все нераздельное. Вращаются только вот эти вот верхние части, которые имеют белые наклейки. В итоге у нас вот элементы, вернее, единственный элемент с желтым цветом неподвижен. И на нем, как на столе, вращаются все остальные. Те, кто знакомы с бабочкой, представляют, что у иглоломки есть такое движение, как джамблинг. То есть, все иглоломки меняют свою форму. И для того, чтобы сделать джамблинг движение, необходимо повернуть правое верхнее, левое переднее. И потом можно вот менять орбиты элементов. Если попробовать делать то же самое на чоп-кубе, то у нас есть правое верхнее, но левое переднее тоже нет. А и поэтому весь джамблинг, который нам тут доступен, он будет сводиться именно к вращению верхних единственных ребер. Так он немного покапит, но можно повращать. Нетрудно догадаться, что такую головоломку можно перемешивать и без джамблинга. И тогда она станет полегче. Давайте это сделаем, чтобы показать, насколько она проста. То есть, по сути, просто каким-то образом меняем положение элементов. Борясь с головоломкой. Ну, как-то вот так вот намешали. Ну и после этого начинаем собирать. Начинаем с лепестков, вот с этих центров. Красные собрались. Собираем зеленые. Зеленые собрались. Дальше. Оранжевые и синие, надеюсь, соберутся одновременно. То есть, центры собрали, ну и ребра тоже. Ну и, соответственно, остается расставить по местам и правильно ориентировать углы. Мы видим, белый-синекрасный уголок находится на месте. Эти нужно переставить против часовой стрелки. Алгоритм такой же, как и на Большой Бабочке, как на вертолете. Все то же самое. Меняем углы таким вот алгоритмом. Достаточно простым. Углы расставили по местам и остается нам только развернуть. Для разворота я использую такие алгоритмы. Ну, по отдельности развернули два вот этих угла и развернем два вот этих. Голомка вращается хуже, чем в ван-ван. Ну, возможно, это со временем пройдет. Не смазывал. Так, я что-то тут напутал. Вот мы вернулись. Нужно развернуть два уголка. Ну, заодно мы хоть посмотрели, как она вращается. Так. Ну, то есть, собрать без джамблинга можно достаточно быстро. На самом деле, из-за того, что нет вертикальных ребер, здесь и сам джамблинг крайне скудный. То есть, можно вот так вот все это сделать. И что? Ну, допустим, оставить пока вот так. Как-то вот так. И вот на этом все у нас и закончилось. То есть, больше мы здесь ничего как-то экстремально вывести из формы не сможем. Ну, а это, соответственно, легко вернуть на место, наверное. Легко же. Должно быть легко. Да. Легко возвращается. Я перемешал головунку и так, и так, собрал. И потом решил просто, ну, как можно более жестоко с ней обойтись, перемешать посильнее. И пришел к таким ситуациям, которым был не готов. То есть, да, на обычной бабочке они встречаются, но там можно при помощи джамбла менять орбиты элементов. Вот эти, да, противоположные два центра. А здесь такой возможности нет. Здесь все не так просто. И для того, чтобы менять орбиты, можно, ну, просто нехитрые движения сделать. У меня, к примеру, получилось это... То есть, выходим из плоскости. И потом вот этим элементом вот так вот меняемся. Так. И дальше все возвращаем. И у нас получается вот что-то такое. Меняется местами два вот этих элемента. И вот этот, и вот этот. В перемешанном виде это достаточно, скажем так, нелегко уловить. Но в итоге я смог собрать именно вот таким способом. Если мы сейчас захотим простыми поворотами это собрать, мы вот этот центр никогда не переместим вот сюда. Потому что он может только гулять по этому ребру и по этому. Отсюда, сюда. И отсюда, сюда. То есть, у него три позиции доступных. То есть, сюда он никак не перейдет. Но, при помощи джамблинга. Главное, не перепутать с какой позиции. Наверное, вот отсюда. И возвращаем. При помощи вот таких-то алгоритмов мы можем вернуть центры на места. Но, как и видно, углы перемешались. Ну, это не смертельно. Их, как бы, без выхода из плоскости можно все решить. И мне пришлось потратить некоторое время для того, чтобы вывести эти алгоритмы. Также тут можно разворачивать вот одно ребро. Если на простой бабочке было достаточно сделать два джамбла. А правый, левый. Так. И вот так. И ребро разворачивалось, правда, вместе с двумя углами. То тут, опять же, джамбл недоступен. И пришлось находить другие способы. Например, для того, чтобы развернуть вот это бело-синее ребро, нужно сделать какую-то вот такую хитрую комбинацию. Так. Так. Еще разок. Достаточно уже. Да, достаточно. И потом восстановить все вот это. И у нас этот бело-синее разворачивается. Я еще поизучаю эту головоломку. Возможно, здесь какие-то еще типа паритеты есть. Ну, пока мне хватало разворота ребра и возможности менять орбиты. Здесь что интересно. Если на бабочке, к примеру, можно, что сделать, в таком положении преодолеть сопротивление вот этого уголка и как бы читерским способом провернуть дальше, соответственно, менять орбиты элементов, конечно, может грозить тем, что вылетят кусочки головоломки, то здесь особенности строения нам это запрещают. То есть вот я вывожу из плоскости, заменяю, а здесь уже вот впритык только ломать. То есть немножко другое строение, конкретно вот у этой модели. Она единственная, как я понимаю, половина бабочки. И вот этим читерским способом уже ничего сделать не получится. Но я и не рекомендую нам бабочке его использовать. Можно собрать и без него. Так же, как и вертолет. Но на вертолете этот способ не работает. Вот такая вот достаточно интересная и не очень простая головоломка. Как только разберусь полностью, сделаю обучающее видео. Пока нам остается только ее дособрать до конца. Развернем сначала белосиние. Таким образом мы, соответственно, восстановим лакапит. Очень сильно лакапит головоломка. Ну и, соответственно, остается нам переставить углы против часовой стрелки. И развернуть. Проблема в том, что на просторах интернета нет нормальных обучающих видео. На русском языке неподавно. Возможно, я плохо искал, я особо не старался. Я видел какого-то иностранного кубера. Типа в обучалке что-то было. Но там не были рассмотрены ситуации, которые мне попались. То есть он просто не так хорошо головоломку перемешал. То есть у него была ситуация с развернутым ребром. А со сменой орбит лепестков ему просто не выпало. Так как кому попадала в руки эта головоломка, он просто нехорошо ее перемешивал. Как бы есть люди, которые, взявшие в руки бабочку, вращали ее только двойными поворотами, без джамплинга. Но весь интерес головоломки именно в этом изменении формы. Тогда она становится интересной. Она становится более-менее сложной. По крайней мере, есть над чем подумать. То же самое и здесь. Здесь нужно сделать какие-то не очень осознанные движения. Если не знаешь, что делать. Для того, чтобы как следует головоломку перемешать. А потом уже как-то искать из этого выход. Я рад, что у меня это получилось. Но опять же, будем тестировать дальше. Потом делать выводы. Если вы знакомы с этой головоломкой. И у вас встречались какие-то еще другие подводные камни, которые не встретились мне. Напишите об этом в комментарии. Попробую смоделировать и решить. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.